Комиссия FIFA и министр спорта России приедут в Самару на следующей неделе. Визит запланирован на вторник и среду. Эту информацию сегодня подтвердил Виталий Мутко нашим корреспондентам. Столицы региона этой инспекции очень ждут. Есть о чем рассказать и что показать в планах подготовки к чемпионату мира 2018 не только строительства самого стадиона, но и других объектов, таких как велотрек и легкоатлетический манеж, например. И здесь уже тоже заручились поддержкой федерального центра. Не только о футбольном первенстве, но и о развитии профессионального спорта в целом говорили сегодня в Москве на заседании Совета при президенте. Участие в совещании принял губернатор Самарской области. Он рассказал о положении дел сейчас и озвучил свои предложения. Президент России буквально начинает совещание с перечисления по фамиль на тех, кто вкладывает в развитие спорта. Это поддержка как профессиональных клубов, так и детских школ. При этом Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что спорт и сам может оккупаться и даже приносить доходы. За рубежом профессиональный бокс, футбол и баскетбол элитных дивизионов – это бизнес. Считаю, что за счет грамотного, продуманного управления профессиональный спорт в России также может вполне эффективно использовать коммерческие и рыночные источники финансирования. При этом осигнования из бюджета и средств госкомпаний должны прежде всего идти в основном на массовый спорт, а не на закупку иностранных звезд ради престижа по непрозрачным и часто необоснованным ценам, как это порой у нас, к сожалению, до сих пор бывает. Обращаю на это внимание, в том числе и руководители компаний из госучастия. Развитие отечественного спорта – вот что для нас должно быть самым главным. В этом настоящая социальная ответственность. Развивать спорт, в том числе и профессиональный, готовя свои таланты – это то, о чем говорит глава государства и на что уже делают ставку в Самарской области. Перспектив много, несмотря на то, что в свое время этой отрасли уделяли внимание весьма своеобразно. Делали ставку на легионеров. Мыльный пузырь в какой-то момент лопнул, сейчас ставка другая. 12 профессиональных клубов. Итоги прошлого года показали, тебе посчитали. Соотношение финансирования 12 профессиональных клубов – это 40% деньги спонсоров, комические деньги, и 60% – это деньги бюджета. То есть соотношение пока на сегодня 60 на 40. Ставим задачу к следующему году пирамиду перевернуть. Уже как одна из главных побед для региона – это чемпионат мира по футболу в Самаре. Благодаря Мундиалю построят стадион тренировочной базы. В Самаре уготована роль локомотива, уверяет министр спорта. Есть еще, конечно, программа развития спорта, которую в ближайшее время мы хотим скорректировать с Николаем Меркушкиным, губернатором. Мы хотели бы, чтобы Самарская область взяла на себя некие такие и обязательства с нашей помощью в развитии ряда таких фундаментальных видов спорта. Ну, допустим, велосипедный спорт. Мы бы очень хотели, чтобы там появился центр трек, современный велосипедный центр. Мы хотели бы, чтобы там было уделение внимания легкой атлетике. Это легкоатлетический манеж, это стадион. То есть вот те традиции, которые есть в Самарской области, мы обязательно будем их поддерживать. Ну, в принципе, федеральный бюджет всегда выдерживает пропорции где-то в районе 70 на 30. В этом основные затраты. Будет база – будут и победы. В этом уверен Шамиль Анвярович Торпищев. У области крепкие традиции и большое будущее в теннисе. Самара, наверное, это историческое место, потому что столетие самарского тенниса уже было. И реально школа и традиции, они сохранены. И с этой позиции, конечно, мы рассматриваем Самару как опорный центр подготовки сборных команд страны. В сентябре я буду с визитом к вам, там практически неделю. И реально в комплексной целевой программе город Самару утверждена как опорный центр. Поэтому вопрос только развития и временных параметров. Развитие спорта – это вопрос и здоровья населения потом не придется вкладывать в борьбу, например, с наркоманией. И вопрос даже имиджа страны в целом. Профессиональные клубы хотят обязать финансировать детские и юношеские школы. Постараться отказаться от легионеров. Хотя понятно, что в полной мере от этого уйти не получится. Владимир Владимирович в заключении он очень четко сказал, что полностью ограничивать не будем. Почему? Потому что мы не хотим изолироваться ни в экономике, ни в политике, ни в чем. Мы не можем изолироваться от всего мира. И в том числе есть люди, которые с удовольствием смотрят там и Халка, или в других командах играющие там на очень высоком уровне. И это тоже привлекает дополнительные зрители. Это, скажем, подтягивает молодежь, подростков, скажем, к более серьезному отношению к спорту. И с одной стороны, с другой стороны, это и подтягивает общий уровень. Пожалуй, главную мысль президент России озвучил, завершая совещание. Мы сами тормозим развитие спорта, покупая иностранных игроков, а не создавая собственных баз. Это законы любой отрасли, будь то промышленность или сельское хозяйство. Конечно, не исключение и спорт. Велосипед тут придумать не надо. План действий понятен и очевиден. В Самарской области сейчас очень неплохая программа развития. Значительно увеличились инвестиции на развитие материальной базы. И это мы будем поддерживать. Я планирую 9-10-го быть. У нас будет комиссия FIFA, которая будет посещать Самарскую область. Поэтому мы еще раз с губернатором поговорим. Ну и пользуясь случаем, хочу всех болельщиков поздравить с выходом крылья советов, возвращением в элиту российского футбола. Виталий Портов, Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Москва.